Веселые гуляния являются неотъемлемой частью Масленицы. На одном из таких находимся мы, в музее-заповеднике Горки Ленинские. Более пяти тысяч гостей приехали на праздник, чтобы познакомиться с многообразием масленичных традиций, забав и угощений. Услышать лучших фолк-исполнителей страны и увидеть обряд сожжения чучела. Мы здесь всегда бываем, мы сюда в парк приезжаем, а сегодня такое веселье, и мы, конечно, почти своим семейством здесь. Такое настроение хорошее, весна начинается, и вот замечательно. Здорово, масштабно, красиво, весело, вкусно. Детей и взрослых ждали традиционные русские забавы. Гости праздника соревновались в перетягивании каната, метали валенки, пилили бревна, а также посетили широкие блинные и гастрономические рынки. Побывали на ярмарке мастеров и зашли в стан богатырей с шатрами, сундуками и настоящими витязями. Мы хотим показать людям историю нашей страны, потому что она богатая, чтобы детишки приобщались к истории. Ну и взрослые люди тоже могли, так сказать, не просто посмотреть, попробовать на турнирах себя на пластиковых оружиях, пощупать, ну и, естественно, сфотографироваться с узком нашей истории. Масленица в музее-заповеднике проводится с 2016 года и неизменно собирает много гостей. Поэтому в этот раз было принято решение организовать праздник в новой локации, что позволило значительно разнообразить программу. Как отмечает директор музея-заповедника Горки Ленинский Евгений Сарамут, подготовка к встрече весны была долгой и тщательной. Мы сцену здесь сделали, и чтобы площадь могла вместить большое количество людей. И коллективы подобрали разные, молодые, интересные, со своим разным подходом к классической русской народной музыке. Поэтому, в общем, пытаемся быть современными, пытаемся быть интересными. Надеюсь, как бы у нас это получилось, зритель оценит. Я была тут пару лет назад, на таком же мероприятии. Я считаю, что сейчас все более развито, больше каких-то интерактивов. Мне очень здесь нравится. Кульминацией стало сжигание самого высокого чучела-масленицы в России. 17 метров, что равно высоте пятиэтажного дома. На создание конструкции потребовалось почти три недели. 65 метров досок, 520 метров бруса и 70 метров ткани. В числе рекордов и продолжительность горения. Огненное шоу зрители наблюдали 12 минут. Все гости мероприятия получили заряд хорошего настроения, позитива и полноценно встретили весну. Арина Лукьянцева, Кирилл Махров, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Вот, видишь, он в другой стороны.